Всем привет! Это специальный выпуск Пападжайзер, который посвящен 8 марта. Давайте посмотрим, что мы приготовили для вас в этом выпуске. Пап, а ты умеешь свистеть? Нет, не умею. А мама говорит, что ты очень хорошо свистишь. Да? Угу, как дышишь. Иногда в поиске развлечений для всей семьи жизнь подкидывает нам интересные варианты. Совсем недавно мы узнали о групповых семейных занятиях в школе Тэквондо Нунчи. Мы решили попробовать и показать вам, что из этого может получиться. Суббота, полдень, самое время для семейных тренировок Тэквондо. Нунчи! Что такое Тэквондо и кто им может заниматься? Тэквондо – это корейское боевое искусство. Это и искусство самообороны без оружия, которое позволяет защитить слабого ближних. Это система духовного и физического развития. В общем-то, это восточный вид единоборства, в котором преобладает техника ударов ногами. Прыжковая техника очень развита. И все это еще можно делать в команде. В общем-то, поле деятельности каждый находит для себя. Если это идти по направлению спорта, если просто идти по направлению здорового образа жизни, это самосовершенствование, это развитие всего тела, координация гибкости. И самое главное – это обретение уверенности в своих силах. Мы пришли сегодня на семейную тренировку. Что в нее будет входить? Чем она полезна? Во-первых, для здоровья, во-вторых, для укрепления семьи, наверное. Ну, самое классное, что такое, да, семейная тренировка – это когда, опять же, ребенок чувствует, что мама, папа, родители рядом, они чувствуют поддержку. Вот опора на семейные ценности, на семью, дает возможность ребенку в дальнейшем точно так же выстраивать свою семью. Объединение происходит на высоком гормональном уровне. Почему? Потому что физическая активность, она вырабатывает гормоны. И мы на позитиве, с хорошими эмоциями и проводим время с детьми. Буратины, вперед! Марш! Кого двое, тот вместе приседает. Ускоряемся, ускоряемся! И самое главное, мы очень любим на наших семейных тренировках делать обнимашки. Обнимашки – это такая штука, которая, опять же, вырабатывает гормон окситоцин. И человек, он социальное существо, он не может быть один. И ребенок, пойдешь еще? Да, пойду. И маме здорово, и папе здорово. Все отдохнувшие, заряженные на целую неделю. И самое главное, мы выполняем свою миссию, мы объединяем семью. Наша задача – воспитать уверенного в себе ребенка с жизненными, важными семейными ценностями, нравственными ценностями, уверенного в себе. Но как он может быть уверенным в себе? Человек может быть уверенным в себе, когда у него надежный пыл. Когда он чувствует поддержку, что папа, мама с ним рядом. И они с ним, да, они с ним заодно. И вот это объединяющее звено, то есть ребенок начинает заниматься. Потихонечку родители сами не замечают уже того, что интересно становится маме, папе. И вот они вливаются в этот поток. По примеру, своей семьи я руководил школой, являюсь основателем школы Тэквондона Мунчи. Мой старший сын сейчас мастер спорта, он тренирует, у него уже 6 групп. А младший сын, вот он уже скоро будет идти в тот, на красный поезд тоже втягиваться. Совсем несколько недель назад младшая дочка из нее занималась желанием начинать, но она долго к этому шла. Старшая дочка, она тоже выступает в качестве секретаря на соревнованиях. Она подписывает грамоты там и все остальное. Моя любимая супруга, я называю, как в те времена, вот как она появилась в нашей школе, она всегда была рядом, она была вот надежным тылом, воспитывала наших детей, пока я на работе. И с тех пор, вот как она появилась рядом со мной в нашей школе, я называю, что в нашей школе появилась душа. Название Мунчи, это слово какое-то? Да, это корейское слово, и оно означает состояние человека. Но вот для меня, чтобы по-русски это было понятнее, это ощущение лада внутри, что я живу в гармонии с собой и в гармонии с окружающим миром. И вот мы этому тоже обучаемся через тело. Это усиливается, когда тело активное, здоровое, но, соответственно, мышление развивается, мозг работает лучше и включаются все клеточки, организм для того, чтобы соединяться с миром, чувствовать его лучше. Считаю до 10, 1, 2, у кого останется, тот проиграл 3, 4, 5, 6, 7. Было весело, было интересно, и, как вы сказали, произошло какое-то единение не просто на физическом уровне, а на духовном. Я думаю, что эти тренировки войдут в нашу привычку и станут небольшой семейной традицией. Будем ждать. Сегодня в честь 8 марта у нас в гостях девушка, которая воспитывает двух детей и одного КВНщика. На протяжении 13 лет помогает родителям с детьми как педагог-психолог, а после рождения своих сыновей и как мама. Воспитатель высшей категории. Бессменная ведущая рубрики «Мама научит на Девятка ТВ» Оксана Новикова. Оксан, привет и с праздником. Привет. Давай, первый и самый главный вопрос. Где ты берешь идеи для своих сюжетов? Я хочу сказать, что идеи для сюжетов, они идут просто из жизни. Я за что и прям топлю-топлю, это за то, чтобы мамочки видели, что в обычной жизни очень много для развития детей. И как оказалось, я думала, что это все видят и знают, как оказалось из опыта, мамы этого не видят. Я их специально где-то не ищу, я просто живу своей жизнью и такая думаю, так, надо рассказать для всех. И поэтому они появляются в эфире. Мы с тобой коллеги, у нас обоих сыновья снимаются в телепроекте. Расскажи, пожалуйста, ты своего как долго уговаривала и как вообще он собирается на съемки? На самом деле, вот в случае с моим ребенком, несмотря на то, что у меня там большой педагогический опыт, это чаще всего сложно. Когда я начинала вообще снимать, ему было 3 года, и в 3 года, ну это вообще сложно было объяснить. И поэтому есть сюжеты, где он не хочет. Потом он начал понимать, и у нас были сюжеты, где Данила вот такой, вот это было очень смешно, можно увидеть. Бывали всякие случаи, поэтому я вообще нашла выход потом, и я в обычной жизни его снимала, а потом как педагог уже давала комментарии спокойные из студии как раз таки. И вот этот вариант лично нам подошел больше, и мы вот так снимались. Понятно. У вас пополнение, с чем мы вас поздравляем. Спасибо. Может быть, из-за этого тебя давно не видно в нашем проекте. Скажи, пожалуйста, как они взаимодействуют? Как старший сын отреагировал на появление нового малыша? Он не ждал. У нас даже есть такая история. Мы уже планировали второго ребенка, и мы едем, очень много детей. Я, Данила, посмотри, как много деток, они там любят друг друга, они дружат, это большая семья. И он очень сообразительный мальчик, и на что он мне ответил одной фразой. В нашей семье одного ребенка достаточно. Но, тем не менее, его никто не спрашивал, и все-таки родительский авторитет он есть. И он принимает этого ребенка, он его не обижает, но так или иначе ему сложно. Оксана, у тебя огромный педагогический опыт, ты работала в детском саду. Скажи честно, вот для всех людей остается загадкой, как вы не срываетесь на работе в детском саду? Как можно контролировать такое количество детей? На самом деле контролировать большое количество детей несложно. Самое главное их чем-то занять. То есть я в основном, как педагог, собирала их вокруг себя, и поэтому их легче контролировать. Но, опять же, есть и свободная игра, которая тоже обязательно должна присутствовать. А если ты отпускаешь их в такое свободное плавание, то ты просто создаешь все условия для того, чтобы они, опять же, были чем-то заняты. Когда дети заняты, они есть такие, там, один-два, которые сходят с ума, но одного-двух там легче удержать. Скажи, с кем легче, с чужими или со своими? Со своим сложнее. Объясню, почему. Когда все-таки в детском саду, как педагог, там вообще, либо на каких-то занятиях, дети, они все равно, они понимают рамки, и они понимают, что это педагог, и они будут тебя слушаться. Они будут себя по-другому вести. Когда свой ребенок, он может позволить себе расслабиться, он может показать свои эмоции. Они обычно в садике, там, некоторые целый день держатся, держатся, а дома маме, они могут это все выдать, и если ваш ребенок выдает вам эти эмоции, это говорит о вашей хорошей привязанности ребенка к вам, это правильно, это нормально, это физиологично. Поэтому сложнее со своим, действительно сложнее. Оксана, еще одна сторона твоей жизни – это муж, который профессионально занимается юмором. Скажи, пожалуйста, отражается ли это как-то на вашей семье? Это отражается на нашей семье в первую очередь тем, что наш папа, он живет в КВН, то есть он автор, он редактор, поэтому его часто не бывает дома. Но сказать, что он дома постоянно шутит – нет, потому что вот отшутиться шуткой, опять же, любимой команды «Вятка», то есть ты КВНщик, пошути, а ты женщина, ради. Ну, то есть, но в то же время, если вот я где-то его оставлю, и вот у меня с собой радионяня, там, по привычке, я слышу, какие он рассказывает сказки, там, какие он придумывает игры, сюжеты, то есть думаешь, ха-ха-ха, блин, у меня педагогический опыт, я такого не могу придумать. Вам в тандеме нужно научиться, мне кажется, работать и перенимать друг от друга. Да, Оксан, очень ждем твоего возвращения с новыми выпусками «Мама научит». Я тоже очень рада побывать в этой студии, побывать, причем очень почетно в «Папа Джайзере», побывать вот не папа, а мама, мне очень приятно. Спасибо тебе за приглашение. Все, всем пока. Пока. Милые наши девочки, девушки, женщины и бабушки, от всего сердца поздравляем вас с самым весенним днем года. Желаем вам оставаться красивыми не только внешне, но и внутренне, причем не только 8 марта, но и на протяжении всей жизни. Не ругайте детей. Не ругайте детей. Не ругайте папу. Не ругайте папу. Не ругайте дедушек. Не ругайте дедушек. А мы постараемся сделать так, чтобы вы оставались счастливыми. С праздником! С праздником! Поздравляем. Пап? Да? А почему у меня столько обязанностей? А сколько? Игровать забрал все умысли, я детство. Так. А у тебя всего одна. Это какая? Молочать, когда мама разговаривала.